Субтитры подогнали Симон. 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 по-другому слову по проводкам у нас есть ум разум и можно функция ума это принимать и отвергать то что нравится он принимает то что не нравится он отвергает вот а функция разума разум нужно анализирует они принимают сразу отвергает он анализирует глубоко используется знание привязать на какие-то знания материальные или духовные ищет находки то подтверждение да и потом принимает решение вот и что здесь хорошо пишет что разум должен быть чисто да то что только с помощью чистого разума можем понять то есть участь разума ты знаешь разума воплодачий сознанием крыши только с это с помощью чистого разума ясного разума как по 0 7 пишет мы можем достичь совершенно не понять кришну вот и что надо исчезла разума то как вы думаете что нам что чем заключается суть нашей практике, откуда мы берем чистоту. Один из вариантов. Да, общение. Это да, это все верно. Думаю, может кто-то сразу скажет. Да, свято имя, это свято имя. Когда мы получаем звук, мы знаем, что по воздуху можно передавать как материальные звуки, так и духовные. То есть по воздуху мы что-то слышим, какие-то звуки. И наше восприятие, есть разные уровни восприятия знаний. Например, мы положили что-то, пожевали, мы уже понимаем вкус какой-то продукта, что он такой-то вкусный. Там потрогали что-то, понимаем, что это резинка или железо. То есть один из методов. Также через зрение, также через слух. Мы знаем, что ведические ведоми построены, их называют Шамдабрамой, потому что ведоми, должны быть услышаны, в конце концов. Сколько бы мы их ни изучали, в Корею бы мы используем книги, изучаем, да, Шамдабаба там. Но в конце концов, должно произойти шрути. Мы должны услышать от Духовного учителя устно Шамдабаба там и другие произведения. То есть ведоми мы должны услышать из устно. И звук он передается через воздух. И вот хотел в связи с этим почитать, если интересный стих нашел, несколькими главами ранее, и песни пропитанные Господом Шивой. 40 стих, вот как он связан. Что такое чистота разума? Это Господь Шива возносит молитвы. Ом, это 40 стих, 24 глава. Ома Господь, распространяя свои трансцендентные звуки, Ты открываешь нам истинный смысл всего сущего. Ты всепроникающее небо, находящееся внутри и во мне. Высшая цель благочестивой деятельности, как в материальном мире, так и за его пределами. Поэтому я снова и снова в глубоком прощении склоняюсь перед тобой. Комментарий очень интересен, мы немножко прочитаем комментарий, ну, чтобы было понятно. Веды называют Шамдабрамой. Многие миры недоступны восприятию наших несовершенных чувств, но звук и священный писание является источником совершенного знания. Веды называют Шамдабрамой, потому что истинный ветк составляет высшее знание. Причина эта в том, что веды или Шамдабрама олицетворяет Верховную Вечность Бога. Однако истинной крестицентной Шамдабрахмы являются звуки мантры Хареи Кришна. Тому, кто произносит эти трансцендентные звуки, открываются все, как материальные, так и духовные истины. Мантра Хареи Кришна не отлична от Верховного Господа. Смысл всего, что мы знаем, открывается нам с помощью звуков, передающихся по воздуху. Эти звуки могут быть материальными или духовными, но без помощи звука никакое познание невозможно. Веда говорится, «Антарь повечет от Сарвам, ваяя на рай на скитах, на рай на везде сущ, он пребывает как внутри, и так и в него, так и вне всего». Это также подтверждается в Багладите 13.34. Остан Бхараты. «Как одно солнце освещает всю Вселенную, так живое существо вместе со сверхдушой озаряет все тело сознания». Иными словами, сознание и недовольное души, и сверхдуши проникает всюду. Ограниченное сознание живого существа пронизывает все тело, а высшее сознание Господа – всю Вселенную. Благодаря присутствию души материальное тело пронизано сознанием, и точно так же, благодаря присутствию во Вселенной высшей души Кришны, Вселенский механизм работает четко и слаженно. Моя решена прокритицу, это я сочаравчарам. Поэтому в своих молитвах Господь Шива просит Верховного Речи с Бога явить к нам свою милость, чтобы просто повторяя мантру Хареи Кришна мы смогли постичь все существующее в материальном и духовном мире. Шнабурхпад говорит об этом, что чистота разума, потому что в Кали-югу, нам Шнабурхпада, например, метод воспевания святую имени, это метод, который работает в Кали-югу, постижение Кришны, постижение своего истинного Я. Это означает чисто разум. То есть, когда мы воспеваем святую имя, наш разум очищается, мы можем это почувствовать. Даже если нам очень плохо воспевать, но милость Господа Гауранги в том заключается, что даже если мы начинаем неосознанно восковать святую имя, немножко начинает открываться. Самое важное, чтобы была какая-то искренняя решимость. Мы должны быть решительными в этом направлении. То есть, какие бы у нас трудности сегодня получаются, завтра не получаются были, мы должны все равно продолжать. Но продолжать очень осознанно. Стараться изучать, не просто продолжаем, мы в течение 10 лет воспевать эту имя, ничего не считаем, не изучаем. Мы должны также изучать. Потому что во второй песне, в 10 главе, там говорится, что тот, кто регулярно изучает, чем он бак, того разума становится очень крепким. Разума крепче. Вот изучая священное писание. Потому что можно проверить эксперимент, если мы будем изучать священное писание, то нам нечего будет рассказывать. Мы будем что-то слышали там, что-то слышали там, и все равно будем что-то рассказывать, и мы будем опираться на эти такие зыбкие, ну, не факт, что правильные вещи, мы можем ошибаться. Потому что ум, функция ума, он всегда что-то склеивает вместе, где-то что-то услышал, и пытается как-то друг к другу приклеить. Но разума опирается, разум может опираться на шасар, тем более, в этом стихе, перед этим стиха, буквально два стиха, мы писали, что разум, он, в общем, разум позволяет человеку видеть все, выставить священное святое. То есть разум может воспринимать вещи в нестинном свете, если он обладает истинным знанием. И что сказала Кришна Джонни в третьей главе, в 43 стихе, в третьей главе, что с помощью, как победить вожделение, с помощью Духотворения разума погруженного в сознание Кришны, срезы своего ненасытного врага вожделения. То есть это метод, как мы можем, разум может опираться на материальные знания так же, но мы должны Духотворить разум, который погружен в сознание Кришны. Мы изучаем священное писание, мы общаемся с преданными, мы получаем какое-то знание и это не просто мы там отстегивали нас, прославили, поблагодарили и мы пошли. Нет, то есть это должно стать нашей жизнью. Сатан это значит неотеремая часть моей жизни, а не то, что я сегодня могу, завтра не могу. Тогда мы будем прогрессировать духовно, тогда мы будем прогрессировать в этом суде. И все, что мы не делаем, Бага Вида говорит, мы должны делать это для кого? Для Кришны. Для Маку, очереднего Рачанары, Жанам Макису Бадрады и Радамады. И тогда мы достигнем успеха. Любая наша деятельность, чтобы мы не делали, куда бы мы не ишли, мы должны сопровождать восьмой песне, там два сатаря глава или два сатаря, пропад пишет, что любую деятельность, в комментариях, любую деятельность сознания Кришны, мы должны сопровождать пением Харе Кришны Махамантры. И мы, кто пробовал, мы видим, что это очень эффективно. То есть мы можем сидеть и нам ум что-то шепчет, или мы что-то уже о другом думаем плохом. Но если мы просто воспринимаем Свято Имя, есть какое-то знание, понимание, что такое манта, то мы воспринимаем Свято Имя, мы тем самым духовно прогрессируем. То есть все судейки, на что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, мы должны посвящать Кришну. Вот это одна из очень улучшенных аккредонослужения. Тогда это дает определенную чистоту. Мы знаем, что есть разные чистоты, что мы делаем в этом чистоте. Воспеваем Свято Имя, вкушаем Просад. Если у нас вера, если мы читаем Нечеретка, не читаем Нечеретка, то у нас есть вера, что Просад неотличен и Кришна. И вкушая Просад, я четко уверен, убежден в том, что я духовно прогрессирую, то в наше сердце мы внучшим сердце, разум нас будет очищаться. Также Свято Имя, когда мы повторяем, Свято Имя наше сердце, разум он очищается. То есть наша промах сейчас может быть в тумане, но когда мы повторяем Свято Имя, наше сердце очищается, мы немножко просветляемся. Ну, каждый, я заметил в факте, если более-менее серьезно начинает препятовать, то что-то нам открывается. То есть появляется больше интереса, больше решимости, искренности, да, суверения и хочется продолжать, продолжать больше, потому что знам, что за этим стоит что-то очень сильно такое. Это мы говорили о чистом разуме, да? А здесь в конце, кому пропадает такой вывод, он всегда в комментариях делит в конце, что разум того, кто ищет чувственную подовольство, целиком сосредоточен на руке, расти, ганки, шабды и спарша. То есть в форме, вкусе, запахи, звуки, прикосновения. Но если у нас материальный разум, да, разум, который чувствует, ищет чувственных удовольствий, да, вот, то мы будем всегда на этих вещах сосредоточены, да, на форме, вкусе. Мы не можем сосредоточить на Кришне. И с помощью аскринера, разум нам, говорится, невозможно понять Кришну, то есть мы должны одухотвориться у разума. То есть и как мы это можем делать? Это нам рассказал Швабрапада, да, то есть по милости Швабрапада, по чаре, основателям, да, мы можем понять духовное знание. То есть это в конечном счете подводит к тому, что, что мы должны принять Духовного Учителя. То есть без милости Духовного Учителя мы можем изучать что-то, да, но это в конце концов, это будет бесполезно, потому что нет милости, да, наш путь милости, нет милости, без милости Духовного Учителя мы ничего не можем достигнуть. Мы можем изучать, конечно, сами, да, но в конечном счете мы должны это принять от Духовного Учителя, потому что знание передается по парамбре, мы получаем знание ведическое по парамбре. Если мы будем так делать, мы можем рассчитывать, что мы обретем сознание к Вече. И метод очень простой, что подводит к Невсу методу, да, заключается в том, что мы могли, нам выпала великая удача постречать на своем пути саду святую личность, да, которая обладает сознанием Кришны, да, и саду провелила нас милость тем, что он обратил нас внимание и что-то нам, и нам рассказала Кришна что-то, мы привлекли с ним, да, то есть и по какой-то, так сказать, по воле проведения мы как-то это приняли, да, что-то нас зацепило, что-то нам было интересно, и мы начали с удовольной практикой, да, и с этого все начинается, когда мы слушаем осознавшую себе душу, освобожденную душу, да, от чистого преданного, то наше сознание меняется, наше сознание меняется, только по милостиву Духовного Учителя мы можем достичь совершенствовать. Все шастры не подводят к тому, что мы должны принять Духовного Учителя. Стих с Богдых, четыре, три, четыре, вогулика Б, что та дыды прониклада, на которой пришли на своя, вручи себе Духовного Учителя, вопрошай рассмиренный, слушай ему, да, вот, они дадут тебе знания. Кришна не говорит, там, иди к тому, иди к тому, он говорит, иди к дьяни, иди к дьяни тому, кто знает, да, он даст тебе знания. То есть, и в конце концов, он все равно должен соприкосоваться с живой личностью, с Духовным Учителем, как вы сказали, да, у нас есть цепь ученической преемственности, да, и это авторитетно, то есть знание, оно передается от Учителя к Ученику, как и даже на Лесе сказали, что Шимат Багад, он плавно передается из рук в руки, из рук в руки, да, то есть без искажений. В том суть, что Духовный Учитель, одно из смыслов слова Духовный Учитель, что Духовный Учитель, он не добавляет, не убавляет что-то, он дает не то, как оно есть, да, как Шимат Багад написал Багаду, то, как оно есть, да, хотя на нее было стольких комментариев других Учителей. Вот, и поэтому должны всегда держаться в разуме, в чистоте, мы должны стремиться, потому что с помощью чистого разума мы должны понять Кришну, вот. И метод достаточно простой, мы изучаем все через описание, да, мы знаем, что это очень здорово, мы должны изучать людей Шимат Багад каждый день, но также мы должны и применять их в практике, да, Шимат Багад, он пишет в письме, что 15 минут чтения с мыслью, что я буду рассказывать это ко мне, что с мыслью, что я это буду передавать, рассказывать другому, за меня простое, это числое чтение просто так прочитал, ну, без, неосознанно, что я просто прочитал для себя, вот, мало что запомнил, ну, поэтому мы должны более глубоко изучать такие Привопады. Потом также основной метод, это один из методов, и основной метод второй Привопада, там, ну, какой, это воспевание Святой Имени. Свято Имя, это самое ценное, что у нас в жизни. То есть, Свято Имя, оно неотлично от Кришны. На матче там, Кришна, читание рас и в играхах. Пурнашаду, нитям, руссо. Будут, динатвам, намин, наминамином. То есть, Свято Имя, оно обладает всеми энергией, оно нематериально, оно абсолютно духовно, и оно неотлично от Кришны. То есть, Свято Имя, это и есть Сам Кришна. Когда мы воспитываем в Сято Имя, да, или в другое время, мы должны понимать, я непосредственно сейчас общаюсь кришной если это понимает о процессе работы то есть мы будем чисто что святое как говорят идет и чувствую какую-то связь бога когда вы стоите имя поэтому должны предложить максимум усилий не пренебрегать это практика она достаточно на самом деле разобраться практика очень простая мы воспеваем святое имя мы изучаем священное писание также мы должны проповедовать почему чтобы пара назвал в маше общество миссионерского спорта миссионерского общества вы должны внести это знание людям не просто вы сами изучили это хорошо также мы должны передать людям зачем потому что когда мы кому-то передаем как это стандартное мы делаем в духовном мире это мы сами обсуждаемся в этом знании даже если я что-то сам не понимаю и лично дает разум до 10 10 и говорит что у меня начинает понимать на дает разум я сам начали не понимал может быть что-то начинает придавать другому и мне на иначе нет речь открываться то есть утверждается познание первым утвердимся это знание второе мы поможем людям мы можем помочь передать это знание потому что из 100 человек тут один заинтересуется то есть вы человек который как все упадал на водоле в бельганом умереть у меня ничего нет пропадал в среде что мне ничего нет ничего не буду дает ни качественно чего в молитве вам маркида богатадарма но он пишет что умеешь на маху даром меня есть не доверяется у меня есть вера света и вот эта вера света или этого достаточно это минимум и минимум и максимум это единственная вещь которая достаточно мы можем просто верить это имя внимательно скрывается именно и нам будет многие вещи открываться то есть мы будем развиваться как бы этого не хотели здесь стих про разуме есть интересная история 10 песни шлема пакутами ли кто читал из кришна бог кришна как он весь бога книги там есть интересная история это 1 глава пришествия господи криш называется и там интересная история она начинается с того что деваки васудева они поженились и ехали деваки наехала васудеве до в дом супруги и дом мужа вот и чтобы их удалить мы знаем что васудев был такой могучный царь хамса но его не не все любили очень жестокий и он чтобы удалительную сестру девочки он вел колесницу на запряженном он вел и вдруг глаз глаз с неба произнесел что ты глупец а там остановился и его смешно камса ты глупец ты везешь и на колеснице личности сын который 8 сын который убьет тебя и к вам случае не испугался и как он поступил по договоре как поступать демон казалось бы внешне хорошо все очень добрые благочестивые доброжелательно стройный счастливый радостно уже даже это трудно ситуация демоны думают о себе да с преданным другом по-другому по противложному демон это противложный лечить и демон не сразу думать о себе и что сделал камса он схватил его рукой за волосы делать и занес уже меч заруби да и в это время оба судьба интересно пропадает там какая-то пентом до 10 10 стихов я все как они потом посетите сводку резкие перемены начинается и говорится что васудем начал использовать разум он начал размышлять сразу был удивлен на самом деле очень испугался и начал прославлять камса как ты можешь мы начал он ему рассказал про закон кармада практически поведал ведом да но это не сработало и пропало 10 почему потому что демона ко всему было все равно он обладал демон это 6 знания до 1 день дело для того что они там будут мучиться на воду вниз и вверх падают они это они живут чувствую удовольствие не отнимают них разум если они живут сейчас для меня в комфорте что сейчас вот но у васудем он понял это когда первый опыт когда не сработал начал применять как же как же лучше он включил разум начал анализировать вам опёрлся на разум и ваша размышляя что же сейчас эта ситуация конкретно в данный момент применито мы знаем что он сказал что он уже еще на таких ухищрений пропадает что вот этот лицемерие она допустила на в случае он думал там интересный момент что он васудем пропадает у васудем он беспокоился очень сильно но внешне когда мы у нас внутри одно а внешне у нас другого да это называется лицемерие и васудема там прошу паду написано в комментариях что у васудем очень такой был прям в бунте как возможно такой прям в испугиво да в смятении возбуждении но внешнего васудема просто улыбнулся как улыбку да там нечего строго и натягу лыбку и камса и как бы внешне не видно да конечно все здорово да и так поступил васудема то есть это разум васудема применил разум он сказал что давай тебе зачем тебе беспокоиться я тебя буду не убивай это что сестра дэвы какие были такой день хорошего и свадьбы и тебе просто когда дети будут рождаться и тебе буду давать и все и тогда там все согласится камса он ну потому что васудем был на хорошем счету и все уважали в те времена ведические цари они были очень строги в своих обетах если штат нас что-то говорит про то были рады лично высотом обещал и кажется мы поверили пустил но васудема понимал что нельзя дали это историю кроме привел к росту как васудем один из примерочного баттами их множество как он опирался на разу да вот применял праздник также вас и посидел тракт в практике должны опираться что мы должны опираться на разум да и мы можем действовать на уровне в разных местах например на расписание книги по им хрена вода есть разные города разный менталитет людей да но мы должны применять разу например в этом месте мы поем и люди могут не принимали то можно что-то немножко поменять может быть настроение чтобы мы должны немножко адаптировать вот и каждое место менталитет людей да как что выпадом адаптировать духовную практику да вот как вчера мы общались мадурат по решке там спросил как в израиле что книги растусняют на хрена мы местами и они не выходят какие-то причины они не ходят на хрена люди так было воспринимают мы должны принимать применять разу как шелурпад он применил разу да он дал определенный метод а как бы просто там это часто в письмах кто читал вопросом кирками письма там шелурпад упоминает что не надо сидеть в дом городе ситам не идет люди не принимают как бы книги вообще не распространяется очень сложно то еще место где распространяется это будет более более разумно есть именно книги распространяешь в этом месте можно какой-то другой метод можно просто можно пить хрена на улице может какой-то философский клуб организовать точно упада нам дал такого как сказать как практичность в принципе в принципе у нас это практически дома даже не практичные не просто там уперлись ногами и йога как бы то что там нет моему еще методы мы еще методы и методы нам дал пропаду нам открыл поэтому если мы будем то есть милость кришна безграничного наша цель жизни это воскресе тремя изучать писание служить во что надо уважать общаться с вашим вошвами тогда мы наполняемся когда мы можем и не возможность проповедовать мы можем мы должны на самом деле проповедовать от полоты когда мы наполнены пропады в книгах об этом что книги так написано прежде чем оба что если мы считаем нам например не нравится как то писать это очень цепляет это хочется кому-то передать рассказать поделиться как-то другому нравится это более другая глава он может поделиться в этом суть что мы не можем без общения то есть живо существо мы не можем как мы не можем без общения сомнений то есть это часть нашей жизни это с духовным миром это естественно для души общаться и жить но наше общение должно основаться на духовном все что сказать еще раз стих прочту женщина со всех сторон защищал пятиглавы змей она была очень молода и привлекательна и казалось горела желанием найти себе достойного мужа поэтому когда мне сказать все то что когда мы проповедуем мы сами крепнем ваш разум очень крепкий пошла с появляться определенных духовный опыт кто соприкасаться с разными видами проблений да мы понимаем что когда в теории мы это все это практикуем франита 111 уровне когда мы соприкасаемся искренне решительно страница передавать это знание звать ответственность дату мы понимаем что наставляется куда какой-то такой опыт и нам не всегда сказал легко вы добывать весело до принял что нужно как-то работать от завода и духовно жизнь на построен таким образом что нам всегда будет заставлять нас работать от собой духовно что не может упасть на них они конечно механика не механика жизни здесь всегда динамика развивается духовно знание всегда развивается развивать человека поэтому так иначе мы всегда в своей жизни будем соприкасаться с какими-то сложными сложностями и трудностями продолжать продолжать и по опыту все знают что когда если продолжаешь искрешительный если ты служишь рашнам если тебе есть самое главное если есть друзья ночного то тогда какие проблемы зачем что-то другое если уже все есть нет очень дорого хорей кришна есть разные истории когда распространяешь книги проповедов что лишь хорина надо то есть разные вот встречаешь очень удивительных людей порой бывает он диктует что зачем это надо на фунт с ума до что-то критиковать там если не нравится что разная философия потяги до сразу сторон в точку благодаря потяну что зачем даже вставать с ней человеку есть кто-то мало спит не достиг совершенства и убеждая человека чтобы он поспал побольше отдохнула это все иллюзии то есть мы должны понимать мы должны опираться на разум мы должны удовлетворить в разуме уже напоминали 3 43 рублей тогда что с помощью удовлетворенного разума груженого сознания кришны и достигнет совершенства мы сразим ненасытного врага вождение да и по сути почему мы оказались в этом мире это единственная вещь это если взять так в корне то зависть то есть это значит что я не принимаю что кришна это личность я не принимаю это сказал очень хорошо по стиху кришна что значит мы не принимаем что кришна личность например я кушаю гречку и я предлагаю эту кришну гречку но если бы кричит она на батареет тяжело мне понять что божество отвечает я предложил у себя потому что мне нравится гречка но человек который понимает что кришна перри конец его он знает его вкус и да как у нас недавно лекции были хороших отношений на есть вне с отношениями из моего вкус и блюдо ты буду готовить для него любимый блюдо это значит это значит уже отнесли зависти когда зависть я завидую богу почему это он и не я да это корень того чтобы поздравили в этом мире поэтому должны убираться из этого мира нам даны свечи написание мы должны серьезно изучать мы должны общаться с теми предами которых есть в жизни очень важный момент тоже с ним общаться потому что если мы будем общаться с теми личностями которые не заинтересованы духовной жизни то мы не можем достичь совершенства пропад это сравнить интересные беседы это разница что сходиться за хвост собаки и пытаться переплатить от иллюзия поэтому если мы общаемся с потерялись мы пытаемся схватить за хвост собаки думаю что нам эти люди помогут эти люди не причины нам не помогут поэтому должны хвататься за вода со стопу духовный учителя саду освобождение личности чисто от первого это личность нам может без сомненно духовно жизненно радостно велико удача что у нас есть возможность это изучать проповедовать общаться не так какие то комментарии дополнения что можно обсудить дополнить пятиглавы змей но он будет стоять на последние навыцу и эти враги и не нужны черные белые одолевать в конце концов него меня но мы до конца боремся жизненно силами до конца боремся то есть живут что до конца борется не хочет умирать не все что умирать поэтому он борется до конца борется максимально стоит он не просто сдалась и все даже что он пишет что когда человек он не должен сопротивляться со смехом должен бороться вот что я понимаю может быть человек умирает другую а можно сказать что что если бы благодаря большому количеству правилам человек из семерра конечно если да но нам нужно семерра да мы можем чтобы это не все что-то что-то как разумно жизненная семерная не дает нам или человеку Без жизненной силы мы не сможем прожить не мгновения. То есть это и есть наша жизнь. Можно по русскому поводу сказать, откуда человеку в силу. Откуда человеку в силу? Откуда человеку в силу. Конечно, можно сразу заходить, но откуда мы черпаем эту жизненную силу, вопрос был. Только что он прозвучал. Можно понять, откуда у нас жизненная сила в теле, да? Ну в принципе, мы же понимаем, что жизненная сила, она важна. Ну если я правильно понял вопрос, то то, что мы попали в тело, да, это все устроено Кришной. Кришна, это дело устроено так, что жизненная сила, да, она, душа, она парит на воздушных потоках определенных, да, которые поддерживают ее. И жизненная сила живого существа включает в себя опять воздушный поток, это привычный керек. То есть, и свою жизненную силу как мы можем поддерживать? Мы, что мы делаем, когда мы рождаемся, да? То есть, мы не можем просто сидеть, лежать на кровати и желать, что может быть жизненная сила, да? Мы к что-то двигаемся, мы делаем какую-то зарядку, да? Не то, как я вас правильно понял, мы прилагаем какие-то усилия для этого силу, да, чтобы мы должны, наше здоровье должно быть крепко, да? Одно из, говорится, как формула, Гурма Хараж дал формулу, что здоровье, саданное, потом служение, да? То есть, мы должны соблюдать эти формулы. Если эти три формулы будут, наша жизненная сила, она будет очень крепкая, очень здоровая. То есть, мы можем рассчитывать. Когда у человека есть хорошее здоровье, это жизненная сила, да, очень сильно. Если у нас ничего не болит, то мы можем очень быстро подвести в духовной жизни. Мы можем думать только отлично, да? Если у нас что-то проблемы с жизненной силой, с жизненным воздухом, да, ну, мы знаем, что в Карьюгу, мы с вами, как бы, приятно, и потоки нарушаются, у нас возникают какие-то длинные проблемы, тогда сложно думать о Кришне. Поэтому мы, несложно понять, как, откуда мы чертим силу. Мы чертим силу от всей атмосферы, важна атмосфера, ну, имею в виду духовную атмосферу, овощная атмосфера, это источник всей силы. Это наставление духовного учителя, шевропады, служение Ваишнамам, проповедь, изучение, это все нам дает очень сильную жизнь и силу, вот. Но, также у нас есть карма, да, заключаемые, мы не можем забывать, что у нас тело может что-то случиться, да, может рука, от пасть, голова и так далее, что-то может происходить в этом мире, вот. Но мы делаем то, что мы можем делать, да, то, что мы можем делать, то, что в наших силах мы делаем, мы поддерживаем, вот. Но то, что нас дал, это есть источники этого силы, вот. Но главный источник нашей силы не должен забывать, что мы не термим частички Кришны, это Кришна, да. И что наше сознание, если мы с помощью Чистого разума направляем сознание в нашу сторону Кришну, да, то мы будем связаны с Кришной, мы будем всегда держать, наша жизненная сила всегда будет крипаса, от крипталаца. Если мы не, нас не всегда с Кришной интересуют, то наша жизненная сила будет угасать. Вот, наша жизненная сила будет угасать. Ну, так. все пропадает это комментарий что он или что страх охватил ум его охоте было хвача страха давно с этого не подавал гида иногда при этом не подыгрывают кришне может быть это подыгрывать решение за только с историей сейчас если может кто-то знает что поделиться мне он там скрещен боялся боялся за бераке что камс убьет не то это дурай перед перед другого пишется как он только ехал по лестнице ну за это страх хари кришне первое есть объединение лицемелья а и и а и 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 как эти кружки поговорят раньше, люди знали, что такое пранаяма, все. И делали пранаяму лишь к нему. То есть они гоняли воздух по своему телу. И то, что для йога, также лучшее из релаксации или восстановления сил, вернее восстановления сил, это прогулка. И суть её в том, что человек дышит правильно во время движения. Но для нас, наверное, самое актуальное – это кирка. Когда она поёт, мы дышим правильно. И это очень хорошая возможность погонять воздух в косвенное получение моей жизни и силы. Конечно, прямое получение – это изучение шанс, скоростное памятование, медитация. Но можно ещё так набираться в жизненной силе. Такими косвенными методами. Киртан – это прямой метод, но он включает в себя и косвенные. То есть нам не надо, другими словами, хранияма, какие-то ещё дополнительные, достаточный кирка, чтобы движение в ноги ходило. Спасибо. 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 Харикришнам. Ранхраць, Шимадьбхадатамки, Джай, Шимадьбхадам, Порфаник. Да, Богдан, прямо на мне. Ой! О,! Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...